В Амурской области с рабочим визитом побывал накануне Дмитрий Медведев. Всуждение Восточного, канатной дороги, подписание соглашений по территории опережающего развития и прием граждан. Подробнее о рабочем дне премьер-министров при Амуре расскажем в следующем сюжете. Еще раз всем добрый день. Обсудим сегодня, как идет строительство космодрома Восточный. Готовность Циолковского 30%, но темп строительства стоит ускорить. Об этом на Восточном сообщил премьер страны Дмитрий Медведев. Для реализации всех решений и идей уже необходимо разместить всех причастных к главной стройке страны. Здесь в жилом комплексе возведут 12 жилых домов общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров. При этом глава Кабмина ответил, что ни одна из поставленных задач в отношении завершения строительства космодрома не отменялась. Сроки не переносили. Декабрь 2015 года – неизменная дата первого пуска с Восточного. Еще перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел космодром и увидел, где и как работают студенты. К слову, это первый визит премьер-министра на территорию Восточного. А уже в Благовещенске Дмитрий Медведев провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России». Жаловались на все, начиная от плохого интернета и заканчивая льдом на стенах домов. Просили и помощи. Гендиректор Амур-Агроцентра Александр Сарапкин сообщил главе правительства, что его компания прошла отбор по включению в территорию опережающего развития. Этот ТОР планируется в Белогорске, при этом документов о его создании пока нет. Не обошлось и без сюрпризов. Подписанное постановление о создании ТОР в Амурском городе оказалось у Дмитрия Медведева. Рабочий день премьер-министра завершился встречей с Рио-губернатором области Александром Козловым. Начали разговор с Восточного, обсудили и другие проекты. Создание все той же территории опережающего развития и строительство газопровода в области. В ходе разговора Александр Козлов затронул и тему строительства моста через Амур. Надеюсь, вы сможете всеми этими инструментами пользоваться. Такие предложения. В свою очередь Дмитрий Медведев поручил подготовить российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ. Ожидается, что после всех согласований приблизится и практическая реализация этого соглашения.